Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте мы сегодня с вами поговорим о вызовах. Мы уже затрагивали эту тему, но это было в рамках какого-то вызова и, наверное, этот материал затерялся. Вызов, как вы знаете, это у нас самый популярный магический обряд. Что такое вызов? Ну, самый простой вызов. Вызов — это древний аналог, ну, как вот СМС или звонка по телефону, когда у человека отпечатывается, что ему вот звонила там, звонила такая-то. И он видит, что ему звонили, да, сейчас это так происходит, и думает, ага, я перезвоню. Точно, я давно хотел перезвонить. Как раз перезвоню. Или он смотрит и говорит, ну, нет, я не хочу звонить. И тогда он не реагирует на наш вызов. Вот магический вызов простой самый. Вот, скажем, тот, который чаще всего находит на нашем канале, первый такой красненький. Вот он из этой серии. То есть там много отзывов о том, что человек действительно вышел на связь. Это те случаи, назовем их простые, когда человек действительно закрутился там, думал, позвоню как-нибудь или забыл, а тут вот от вызова вызов побуждают вспомнить, вспомнить о девушке. И он думает, о, отлично, я позвоню. И тут же звонит. Ну, не все случаи так простые, верно же? Слово вызов, оно немного путает. Ну, как, не знаю. У нас в руках открывашка. Нам надо открыть дверь. Мы говорим, отлично, она называется открывашка. Значит, мы можем ей открыть нашу захлопнувшуюся дверь. Подходим, и это не получается. И мы тогда говорим, ну, надо смириться, что ж такая судьба. Ну, это совсем никакая не судьба, а просто неверно выбранный инструмент. Мы ошиблись немножко. Есть предметы, которые открывают дверь. Например, ключ. Ну, тоже в чем-то открывашка, но открывашка для двери. И так далее. Вызовы бывают, соответственно, более усложненные с дополнением. То есть вызовы с элементом принуждения. То есть когда человек не только вспоминает о вас, но и мы оказываем на него некое давление. Необходимость он ощущает позвонить. И он тогда, ну, звонит в любом случае, даже если не хотел. Или любовные вызовы. То есть когда человеку, кроме вот этой побуждения позвонить, напоминания, прилагается приступ вдруг внезапной какого-то любовного чувства влюбленности. И тогда он понимает, ой, так она мне так нравится, дай-ка я позвоню. И он звонит. Всегда ли это работает? Ну, бывают ужасные ссоры, верно? То есть когда расплевались и разошлись, и когда мы прибегаем просто к вызову, то получается, что он не работает. Потому что далеко не все можно открыть одной открывашкой. Правильно? Это не значит, что ничего не получится. Просто нужно несколько инструментов. Если была большая ссора, то вызов это не очень выгодно, потому что он даже может позвонить, но вы же не помирились. И он позвонит злой, и там есть такие отзывы, кстати. И ссора только больше разгорится, и все станет еще хуже. Тогда перед вызовом или параллельно с вызовами очень неплохо делать обряд на примирение, который у нас есть, чтобы сначала снять вот эту злость. А потом уже вызывать. Так же, когда женщины применяют вызов с человеком, с которым, скажем, они в разводе и несколько лет не виделись. Да, он вспомнит, и очень даже, может быть, он перезвонит. Но неизвестно, у него ведь за это время могла стать совсем другая жизнь, там, другая женщина, не знаю, другая семья. И нужно сначала все-таки выяснить, в каком он состоянии, потому что, может, он и позвонит, но это не будет приятно, не будет радостно. Для таких более сложных ситуаций, для таких более сложных ситуаций, ну, на канале есть обряды посерьезнее. То есть вызов этот считается дополнительный обряд, так же, как и оморочка. Дополнительный. То есть он комбинируется с любыми другими обрядами, более тяжелыми, так скажем. Или, скажем, вызов на человека, про которого вы знаете, что у него есть другая женщина, а вы хотите быть с ним. Естественно, что вызова тут не хватит. И вам придется, скорее всего, применить какие-то еще рассорочные действия. То есть они там начинают ссориться, и вы в это время вызываете. И на этом плохом фоне его отношений с другой женщиной вызов получается хорошо, потому что он думает, о, а позвоню-ка я Маше. Что же я так про нее забыл? Поэтому нужны какие-то комбинации обрядов. Это не всегда легко самой сообразить, что делать. Ну, можно спросить там, я объясню. Надо знать всегда ситуацию, потому что мы смотрим с одной стороны, как бы я хочу вызвать, а он не вызывается. Но на самом деле смотреть надо не со своей стороны, а со стороны этого человека. Почему на него не сработало? Почему? И в зависимости от этих причин мы подбираем обряды. Поэтому вызов действительно это очень хороший обряд, и он хороший именно как дополнительный. Вот. А если у вас вызов сработал как самостоятельный обряд, это, в общем, значит, что этот молодой человек действительно хорошо к вам относится. И если он просто с вызова пришел, и у вас отношения возобновились, это значит, что вы сильно преувеличивали вашу размолвку и преуменьшали его хорошее отношение к вам. Вот о чем я хотела, собственно говоря, рассказать. То есть комбинация обрядов бывает нужна в более сложных случаях, чтобы, ну, всю вот эту вот имеющуюся проблему разложить по каким-то полочкам и каждый ее кусок, компонент решать по отдельности, отдельным обрядом. Счастья вам, друзья! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...